Всем привет! С вами я, Ксюша Бейс. Вы просто не представляете, какими необычными бывают города. По улицам ходят белые медведи и слоны, а сами жители живут под землей. А бывает, что вообще никаких жителей. Интересно? Поехали! Самый северный город в мире называется Лонгер. Он находится на одном из островов Норвегии. В Лонгере проживают 2000 человек. В этом городе самый северный в мире аэропорт, ресторан и даже университет. И знаете, чему там мучают в первый день? Стрелять! Все потому, что по городу спокойно ходят белые медведи, которых нужно отпугивать. Поэтому все и жители и туристы всегда ходят с ружьями. А самый современный город только строится в Объединенных Арабских Эмиратах. Он называется Мазда. Жить в нем будут ученые, которые будут разрабатывать всякие прикольные штуки для городов космоса и для всех нас. Автомобилей там не будет, а будет специальное электрическое такси. Город будет сам вырабатывать электричество и убирать за собой мусор. А еще это будет настоящий курорт с фонтанами и пальмами посреди пустыни. Но, к сожалению, пока в городе живет всего несколько человек. А вот город в Китае, который называется Кангбаши. Здесь есть квартиры для полутора миллионов человек, театры, музеи, кино, парки с аттракционами. Только никто туда не ходит, потому что жителей в городе почти нет. Никто не работает в шикарных офисах, не живет в гостиницах, по улицам ходят автобусы, но никто на них не ездит. Это самый большой в мире пустой город. Как говорят, город-призрак. Оказывается, что в Китае таких городов несколько. А вот город, в котором несколько стран. Ну, точнее, этот город находится в нескольких странах. Я вас запутала, сейчас объясню. Город Базель в Швейцарии, но находится на самой границе с Францией и Германией. Поэтому тут спокойно можно позавтракать во Франции, прогуляться в Швейцарию, а потом сесть на трамвай и поехать пообедать в Германию. Бывает так, что дома напротив находятся в разных странах. Можно жить в одной, ходить в школу в другой, а гулять в третий. И все это в одном городе. Жаркая Австралия. Пустыня. Тут есть городок на 1600 человек. И все они, только представьте себе, живут под землей. В этом месте большое месторождение драгоценных камней, и жители их добывают. Но сумасшедшая жара заставила людей вырыть себе дома прямо в земле. Как сусликов. Австралийцы вырыли себе квартиры, магазины, церкви и разные другие нужные норы. А что? Здесь так жарко, что даже деревья не растут. Поэтому жители делают себе деревья из металла. А вот город, в котором деревьев сколько хочешь. А еще зебры, жирафы, разные обезьяны, слоны, львы. Называется город Марлот Парк и находится в Южной Африке. Тысячи человек живут как будто прямо в заповеднике. Заборы в городе строить запрещено. Поэтому обезьяны часто запрыгивают в дома за фруктами. Зебры просто заглядывают в гости. А жирафы могут устроить настоящую пробку на дорогах. В общем, как будто пустили людей пожить в зоотрополис. А вам в каком городе хотелось бы пожить? Напишите мне в комментариях. Также не забудьте подписаться на мой канал, поставить этому видео лайк и поделиться им с другом. Пока-пока!